Привет, YouTube! Вы смотрите канал Regular Unboxing, и сегодня у нас будет распаковка огромного количества товаров от компании Green. Значит, часть товаров повторяется, но в принципе в каждой посылке есть что-то очень интересное, ну как мне кажется, и достаточно уникальное. Я не знаю, наверное, этот момент вырежу, потому что я не могу определиться, с какой посылки мы начнем. Эти две мы давайте отодвинем пока что. Начнем мы с этой посылки. В принципе, я знаю, что в какой находится, уже вижу по форме, по объему. В этой посылке больше всего проводов. Я, честно вам скажу, я уже начал просто ненавидеть все эти провода. Я уже жду-не дождусь, когда будет единственный стандарт Type-C, когда мы сможем просто передавать данные, заряжать смартфон, подключать монитор, либо телевизор к ТВ-приставке и все такое прочее и тому подобное. Мне прислали... Это что? Все, я понял. Вы видите, да, это такой ящик в стиле пабга, пубга. Так, вкладываем его на потом. Значит, тут, естественно, хабы. Это то, что я говорил. Очень нужное и полезное. Их мы даже не будем распаковывать. Не для этих целей. Мы их покупали. Значит, переходим к тому, что же я тут назаказывал, какие провода. Буду понемножку рассказывать о своих отношениях с компанией Green, как давно их знаю. В принципе, тут больше ничего нет. Единственная карточка пожеланий и штучка-липучка для проводов. К сожалению, только одна. Когда вы заказываете один проводок, вам в подарок кладут одну такую штучку. Когда вы заказываете много, вам тоже кладут только одну такую штучку. Это немножко грустно и обидно. Первый кабель, который мы видим, это USB Type-C на Micro B. Значит, это не совсем стандартный разъем. Он встречается в основном в портативных жестких дисках. Длина этого провода составляет 1 метр. И так как это дата-кабель, то я сравню его. Добавлю прямо в это видео. Вы увидите сейчас тест, сравнение оригинального провода, который шел в комплекте с жестким диском. И вот этим вот проводом, который я приобрел в компанию Green. Посмотрите на тесты сравнения скорости. Ну, естественно, сделайте выводы сами, потому что пока я оценить его не могу. Второй провод, кстати, это тоже достаточно редкий кабель. Это уже двухметровый кабель. Это USB. Как он правильно называется? Я уже даже немного запутался. Предыдущий кабель у нас был Micro B. Micro USB B. А это у нас просто USB B. Данный тип разъема часто используется в периферийных устройствах. Это принтеры, сканеры. Ну и, допустим, в моем случае, для чего я покупал этот провод, это для микрофона. Надеюсь, теперь мне немножко будет попроще с микрофоном и с его установкой, потому что, ну, все очень грустно. Следующий провод, который я тоже покупал себе, потому что очень давно он мне был нужен, это обычный кабель HDMI на HDMI, но размер всего-то на всего полметра. Вы можете посмотреть, это очень короткий провод. Вот, всего-то на всего полметра. Такой крохотусик, массипусик. А значит, дело в том, что у меня компьютер находится прямо, грубо говоря, в мини-ПК, находится прямо под монитором. И вот этот висящий двухметровый HDMI кабель мне там как бы не особо нужен, но он мне слегка мешает. Потому что это все дело создает просто огромное кубло из проводов, которые мне просто-напросто, ну, не нужны. Зачем лишнее вот это вот все дело? Это очень короткий кабель, полметра, вот, можете видеть, поэтому не прогадайте с размерами. Вот, мне он точно тут подойдет, но двухметровый-метровый, это уже забогато, как говорится. Значит, следующий кабель тоже, я так вижу, HDMI, это уже более-менее... Нет, это обычный кабель HDMI. Вот, еще один очень полезный кабель. У меня тут еще будет один HDMI, у меня сегодня четыре HDMI кабеля. Значит, этот HDMI кабель, это не простой кабель, это микро-HDMI, да? Или мини-HDMI? Микро-HDMI, все верно. Этот формат называется микро-HDMI, и покупал я этот провод для своей фото-видеокамеры. Дело в том, что у меня уже есть кабель микро-HDMI. Проблема в том, что старый кабель просто не входит в разъем камеры, потому что ему мешает корпус этой самой камеры. Вот нужен был мне обычный кабель. Когда-то давно, пару лет назад, я пошел в магазин и купил себе самый обычный микро-HDMI кабель. Все было отлично, все было хорошо, пока я не купил себе новый фотоаппарат, и с ним уже возникли трудности, потому что старый кабель просто не подходил. Надеюсь, этот... Нет, я проверю. Извините, камера сейчас дернется, но я просто обязан проверить, подойдет ли этот кабель для моей камеры. Вот Panasonic сделали такую интересную камеру, к которой очень тяжело найти кабель. Я в магазин ходил, значит, заказывал два провода, ни один из них не подошел, то есть ужас какой-то был. На картинках вроде был небольшой выступ, и разъем получался достаточно длинным, то есть вот этот коннектор, ну посмотрим, может получится подключить. Просто идеально подходит для фотокамеры. Я рад, потому что дело в том, что я не вижу, что происходит в объективе, так я себе подключаю камеру к монитору и спокойно могу контролировать процесс видеозапись. Может быть, место заканчивается, может быть, что-то не то, не там фокус идет. Тоже такая проблема часто случается при видеосъемке в глубоком одиночестве. А это новый HDMI кабель от Ugreen. Это крутой, навороченный, мощный кабель. Вы сейчас это даже увидите сами, потому что, посмотрите, обычные провода у Ugreen обмотаны просто такой проволокой, грубо говоря, да, вот такими черными стяжками. А в этом проводе элитность. Во-первых, он стоит 10 баксов за метр. Во-вторых, он в оплетке жесткой. Плюс металл, метаметалл, по ходу дела. Вроде бы даже металлические вот эти вот штуки. С каждой стороны есть липучки. Причем такие крутые, классные, очень удобные. Намного удобнее, чем те, что кидают в подарок. Значит, это действительно крутой кабель. Во-первых, он тянет 4К при 60 Гц. Во-вторых, это HDMI 2.0. И в-третьих, он поддерживает 3D. Но, в принципе, самый обычный кабель. Кстати, вот что интересно, я не вижу, чтобы на нем где-либо были указаны спецификации. Это очень даже непривычно. Я думал, что будут хотя бы на этой, на коннекторах где-то значатся хоть какие-то спецификации. Но мы попали. Сегодня не наш день. Спецификаций нет вообще никаких. Единственное, что мы можем увидеть, это на наклейке HDMI 2.0. И, ну, в принципе, спецификация HDMI 2.0. Но на самом проводе никаких отметок нет. Провод я покупал для внешнего портативного монитора, который также поддерживает HDMI 2.0. И, естественно, для ТВ-боксов, которые я планирую периодически тестировать. Потому что комплектные провода чаще всего отвратительного качества. Вот на чем-на чем, а на проводах производители ТВ-приставок чаще всего экономят. Ну и последнее, что было в этом пакете, это триггеры. Это накладки для телефона, для шутеров. Я, честно говоря, не ожидал, что будет такая упаковка. Она достаточно интересная. Что-то она не хочет открываться совсем. Открылась. Это триггеры для телефона. Накладки. Поставляются они в таком прекрасном пластиковом боксе. Значит, подходят они для шутеров. Так, открывается она где-то здесь. Как ее открыть? Чтобы не сломать. Все, открыл. Значит, значит, значит. Приятные накладки. Так, давайте попытаемся прицепить к какому-нибудь телефону. Скажу откровенно, подобными механическими триггерами я пользуюсь, по-моему, в первый раз. Ранее их даже не заказывал. Так, ну, тут все нормально происходит. Возьмем давайте какое-нибудь оружие сейчас. Даже с учетом того, что триггер у меня был сдвинут. Не по месту, да? А ну. Во, вот это я понимаю тема. Давайте выставим ножки. Чтобы было удобнее держать. Берем патроны. Ну и давайте постреляем немножко. Слушайте, классно работает вообще. Мне нравится. Ой, класс. Все. То есть, прицеливание срабатывает уже отлично. Щелк. 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 Ну и стрельба тоже работает. Замечательно. В целом, окей, устройством я доволен. Может быть, я сделаю более подробный обзор. Кстати, если вам будет интересно, я могу сделать обзор, сравнение, допустим, от Ugreen и от других крупных магазинов, которые вроде бы на этом деле не специализируются. Но все-таки такие штучки триггеры выпустили. Мне кажется, будет интересно. Если хотите, пишите об этом в комментах. Закажу еще у нескольких крупных магазинов. Кстати, можете посоветовать магазины, у кого заказать триггеры. Я сделаю большой обзор, сравнение подобных прикольных девайсов, аксессуаров. Ну что, пришло время перейти ко второму пакету. И этот пакет я ждал уже очень долго. Я его ждал еще даже до того, как я заказал. И сейчас я вам постараюсь объяснить, почему это произошло. Это достаточно интересная история. А дело в том, что я уже достаточно давно заказываю всякие разные товары от компании Green. Делаю обзоры. Ну, в принципе, мне нравятся эти устройства. Стандартная наша липучка и стандартная наша карточка. Значит, в этой коробке наушники от компании Green. Также в комплект положили мешочек. Написано вроде велюровый. Ой, прикольно. Большой такой мешок. Можно жесткий диск, например, в нем носить. Ну и, собственно, наверное, эти наушники. Потому что для этого дело он и предназначен. Значит, в продаже я отдельно эти мешочки не видел. Но они вроде как лимитировано выходили вместе с этими наушниками по предзаказу. Я ждал эти наушники еще до распродажи. И все дело в том, что мне написал представитель компании, Ugreen о том, что они хотели бы, чтобы я сделал обзор этих наушников. И они даже готовы мне выслать образец. И узнавали, смогу ли сделать обзор до 11 числа. Я невероятно обрадовался. Потому что я уже очень давно мечтал получить какой-то эксклюзив, например. То есть товар, который еще недоступен, его еще нет в продаже. А значит, сделать на него обзор. Это очень интересно. То есть, по-моему, это многие блогеры, распаковщики, обзорщики о таком мечтают. У кого такой еще, так сказать, ситуации не было. Когда производитель предлагает вам сделать обзор чего-либо, чего еще нет в продаже. Но это просто вот приятно, интересно и захватывающе. И вроде бы все. Мы договорились, сказали, что все отправили. И как бы уже подходит 11 число. А я все, наушники жду, их нет. Я написал снова представителю компании. Мне сказали, о, к сожалению, мы передумали заниматься этим делом. Никому ничего не отправим. Я очень сильно тогда расстроился. Потому что я ожидал, что я получу эти наушники. Сделаю на них обзор одним из первых. Но, к сожалению, делаю обзор на эти наушники одним из последних. Сейчас просто распаковка. Потому что обзор, чтобы сделать нужными, все-таки немножко попользоваться. Но, слушайте, выглядят они прикольно. Они такие миниатюрные. Металлическая сетка. Значит, чем-то киндер сюрприз китайский напоминает. Но, знаете, давайте сохраним интригу. Я сейчас даже не буду говорить, какой звук. Я их даже сейчас не буду включать. В комплекте также есть кабель microUSB. И набор из четырех сменных амбушюр. Ну, мне, по крайней мере, уже нравится то, что корпус тут миниатюрный. Очень такой компактный, вы можете увидеть. Но плюс был бы в том, если бы здесь был бы Type-C. Но, с учетом стоимости этих наушников, я не думаю, что академически для них целесообразно Ugreen, по крайней мере, делать Type-C. И, кстати, это тоже первые наушники от компании Ugreen. В общем, такая вот маленькая история неудачного сотрудничества с компанией Ugreen. Честно говоря, меня-то в свое время очень сильно расстроило. Но все-таки наушники я решил заказать, потому что, ну, мне интересно, что же за первые наушники получились у компании Ugreen. Потому что, в целом, товары у нее достаточно качественные, а наушники они пока не делали. Ну, интересно познакомиться. В общем, как-то так. И настало время последнего, последнего самого пакета. Здесь вообще, как вы могли уже догадаться, снова USB-C-хабы. Но здесь есть один упоротый товар, который стоит неимоверных денег. Вот. Опять USB-хабы. А это металлическая подставка для планшета от компании Ugreen. Эту штуку я уже хотел, наверное, купить себе год назад. Она стоит каких-то невероятных, по-моему, 35 долларов или около того. Значит, их очень долго не было в наличии. Я просто мечтал об этой штуке. И была такая интересная ситуация. Мне тоже написали с компанией Ugreen сделать такую маленькую, непроплаченный обзор ни в коем случае. Просто они занимались раскруткой своего YouTube-канала и попросили в видео-обзорах их продукции оставить ссылку на их канал. За это они мне предлагали, можем вам выслать какой-нибудь недорогой товар на обзор. Я говорю, вот, пришлите мне, пожалуйста, такую штуку. Я очень хочу, давно хотел. Буду вот в обзорах, телефонах, планшетах в качестве подставки использовать. Они мне сказали, у нас ее нету. Я тогда попросил купон небольшой, мне выслали купон. И, собственно, на этом все тоже и закончилось. Значит, ну что, давайте знакомиться с этой подставкой. Потому что стоит она, как я говорил, невероятных денег. Но насколько она хороша, сказать пока сложно. Алюминий, хотя она достаточно увесистая. Имеет подставку, которая не скользит, прорезиненную. Значит, теоретически ее можно будет затягивать. Да, можно использовать ключ, которого, по-моему... Да, даже ключ есть в комплекте, посмотрите. То есть, в... А, сейчас я все разорву, потому что я так долго мечтал об этой штуке. Значит, есть ключ, с помощью которого можно будет подтягивать, в случае чего, эту подставку. У меня есть планшет на Windows. Толстенький достаточно. Чуви. Обзор делаю, знакомлюсь. Очень интересное устройство. Мне, по крайней мере, так показалось. Значит, давайте попытаемся установить этот планшет на эту подставку. Встанет ли он? Ну, нет, все-таки я был не прав. Заходит идеально. Ой, смотрите, как прикольно выглядит. Как-то так это я настраивал систему. Залапанный он мне такой, видите, активно им пользуюсь. Только вот единственный минус. Комплектная клавиатура здесь не будет работать, потому что Bluetooth он не поддерживает. Так, значит, планшет с диагональю 12,3 дюйма он тянет отлично. Но у меня, кроме этого планшета, есть еще и другая интересная штучка. Как это было громко. У меня есть портативный монитор. Давайте возьмем портативный монитор с диагональю 15,6 дюймов. Немножко изменим баланс, так сказать, веса. И попробуем сейчас взять этот портативный монитор. Мне просто интересно. Мне кажется, он не выдержит. Потому что монитор, он большой и тяжелый достаточно. Ух ты, офигеть. Прикольно. Смотрите. Мне кажется, что оно сейчас все упадет. Нет, не упадет. Держится. А, это у меня сзади тут этот чехол от... Чехол, а бы что-то уперся, и поэтому так болтается. Слушайте, годненько можно монитор использовать. Теперь будет более часто в видео. Ну, в целом подставка годная, но не за эти бабки, которые они за нее хотят. Потому что это, знаете, ну, даже не знаю, советовать или не советовать. Просто очень дорогая штука, но она конкретно подходит, я так понимал, под мои задачи. И поэтому я, собственно, и купил. Но обычному пользователю чаще всего, по-моему, она не нужна. А, смотрите, упал. Упал. Все, не выдержал вес. Такий 15-дюймовый монитор он не тянет. Ну, или нужно, по крайней мере, подтянуть. Как-то она слабо затягивается совсем. Как-то так. Так, теперь будет держать планшет или нет? Я даже не буду его открывать, просто посмотрите. Но в любом случае опасно. Потому что, если оно действительно так легко прогибается, как в первый раз, если его не подтянуть, это все может просто упасть на стол и разбиться. То есть, в какой-то степени подставка не очень безопасная, можно так сказать. Но в любом случае, я ее уже купил. Ничего с этим не сделаю. Выглядит она прикольно. Выглядит она прикольно. Если устройство легкое, то нормально. Но, я повторюсь, она мне нужна была для, грубо говоря, демонстрации, какого-то устройства. То есть, поставить, допустим, на обзоре телефон, грубо говоря. Ну, и так показать его со всех сторон. Но, скажу вам честно, это первый товар от Ugreen, который меня реально очень серьезно настораживает. Потому что, потому что, значит, если эту штуку не затягивать, вот эту вот штуку не затягивать, то она очень сильно болтается. Реально очень сильно болтается. А если же ее затянуть, то она как-то очень, что ли, скрипит, хрустит. То есть, уже как-то непонятно. Для какого веса она предназначена и не указана. Написано, что она выдерживает планшеты от 7 до 13 дюймов. В принципе, сейчас смартфоны уже по 6 дюймов. Вы можете увидеть, что у нас получается. Значит, для монитора 15,6 от портативного она уже как бы тяжеловато получается. Но для того же планшета от 12,3 дюйма вот спокойно, спокойненько выдерживает это устройство без каких-либо проблем и нареканий. Но она нормальна, то есть, держит только очень легкие планшеты. И, честно говоря, мне кажется, что все-таки зря я ее купил. Хотя были у меня очень жирные купоны от Ugreen. И, в принципе, а, черт с ней, не жалею. Досталось фактически бесплатного. Ну, в принципе, все. Такая была лайтовая распаковка товаров от Ugreen. На этом будем заканчивать. Будет еще обзор, конечно же, наверное, триггеров сравнителей. И обязательно будет отдельный обзор наушников. Ну, и, в принципе, на этом все. Всем спасибо, хорошего вам настроения и желаю вам удачных покупок. Всем пока.